МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем работать в прямом эфире. Эту часть эфира, завершающую на сегодня, посвятим обсуждению законопроекта, который совсем скоро подпишет президент Украины Петр Порошенко с законом о реинтеграции Донбасса, или, как его называют, о деоккупации. Три дня обсуждали этот вопрос. Более 600 правок в стенах парламента обговаривали и правили. Ну и вот сегодня уже его приняли. О судьбе этого закона и о том, каким образом украинский народ почувствует его силу и действия, будем выяснять прямо сейчас нашим гостям. Юрий Котлеровский, социальный психолог у нас в студии. Приветствуем вас. Второй день. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы практически так же мучительно обсуждаем, как и народные депутаты принимали с многочисленными правками этот закон. И даже успели немного с вами перед эфиром поговорить, какая вот практическая польза каждому украинцу от принятия этого закона, который так тяжело отдался народным депутатам. Насколько мне известно, там было в обсуждении 700 правок, и ни одна не принята на самом деле. Поэтому их рассмотрели с отказом очень быстро. С такой отдачей можно и 1700 взять, если их не читать и ими не заниматься. То есть такое подозрение, что они на самом деле просто уже устали как бы вот туфтой заниматься. Нет, но там правки были приняты. Насколько мне известно, правки почти ни одна не прошла. То есть очень мало. Они на самом деле просто гнали их в перечисление, чтобы отработать какую-то фикцию очередную. Мне кажется, что того, что АТО назвали не АТО еще как-то, они фактически дискредитировали окончательно Минский весь формат. Но этот Минский формат, собственно, и не учтен в этом законопроекте и в результате закона. А его можно упоминать, он уже отменен. Теперь оккупационная зона вместо АТО. От того, что что-то назвали другими словами, ничего ведь по существу не меняется, кроме того, что мы теперь имеем возможность рассчитывать на то, что наше руководство в случае необходимости, уже не ссылаясь на юридические препоны, объявит военное положение и начнет атаковать агрессора, который назван агрессором. Ничего этого, естественно, не будет, имея разницу не просто в вооружении, при полном отсутствии, насколько мне известно, стратегической авиации, при серьезной уязвимости экономической, правовой, атомно-энергетической, какой угодно. На самом деле, даже погода, стихийное бедствие нам показывает, что мы не готовы к самым элементарным капризам природы. При этом мы начинаем набирать новых каких-то категорий, утверждать их юридически, оспаривать какие-то... Давайте посмотрим, что это дает реальному человеку. Давайте мы послушаем сюжет, там собраны главные тезисы принятого закона, и вернемся. Верховная Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса. За него проголосовали 280 народных депутатов. Напомню, за три дня парламентарии рассмотрели почти 700 правок, которые поступили к документу. Принятый законопроект впервые официально фиксирует Россию агрессором, а руководство так называемых ЛНР и ДНР – оккупационными администрациями, что нивелирует минский процесс. Его упоминания также исключили из текста законопроекта. Также по документу управление всеми силовиками в зоне конфликта осуществляет руководство вооруженных сил Украины, а не СБУ. Исчезает также само понятие АТО, ответственность за ущерб на оккупированных территориях, возлагается на Российскую Федерацию. На Россию покладается ответственность за стан речей на темчасово оккупованных территориях. Ну вот последняя фраза «Россия несет ответственность», «Россия отвечает за действия». Каким образом она будет внести ответственность? Да лучше взяли бы хотя бы в той же Донецкой и Луганской области, в тех районах, где Украина как-то представлена, которые не являются оккупированными, хотя бы там навести порядок с медийными ресурсами, чтобы там наконец-то люди перестали слышать исключительно российские каналы и смотреть, чтобы на них начала воздействовать украинская агитация. Это не сделано. Самое необходимое – не сделано. А поменяли название, и от этого что поменялось? Да ничего. Давайте прямо сейчас услышим политолога Сергей Таран у нас на телефонной связи. Сергей, добрый вечер. Сергей, как вы нас слышите? Да, я вас слышу. Да, добрый вечер. Хотим услышать ваше мнение по поводу принятия закона о реинтеграции Донбасса. Считаете ли вы его полезным и что может поменяться? После подписания. Закон очень важен, потому что он, правда, решает несколько сложных проблем для Украины. Но прежде всего это введение новой терминологии. У нас очень много было критики. С разных сторон, что вроде бы у нас как бы и война идет, и нет войны. И нет юридического статуса войны. И непонятно, кто агрессор. И отсюда непонятно статус того, что происходит на выступе Украины. То ли это анти-террористическая операция, то ли война. Мы, конечно, готовы были назвать страну вещи своими именами. Но дело в том, что если бы мы называли войну войной, то мы бы тогда, во-первых, вступили в противоречие с международной логикой освобождения оккупированных территорий, которая предполагает мирное, а не военное решение конфликта. А во-вторых, было бы проблемным проведение выборов в Украине. Потому что военное положение предполагает, что выборов нет вообще никаких. И поэтому вот эти все вопросы откладывали вопрос того, что Украине начинали называть войну войной агрессора агрессором. Это проблема как бы решила. Что очень важно для Украины, что это происходит параллельно с введением новой терминологии на Западе. Когда впервые на Западе, об этом тоже говорят, о России как стране агрессора. Впервые это случилось где-то полгода назад. С этим инициатива украинской делегации в Паре проголосовала, положив ответственность за граждан на оккупированных территориях на Россию. Это фактически означает признание России как страны агрессора. Ну и завершилось это все словами Волкера, который уже тоже начал говорить, что в отношении России нужно принимать новую терминологию. Так вот теперь, сейчас мы имеем в виду мнение со странами Запада, что на самом деле Россия это не просто страна, это страна агрессора. Это было важно. А второй очень важный вопрос, это то, что этот закон усиливает возможности украинской власти по мобилизированию потенциала страны для защиты Родины. Другими словами, возложено введение военного положения в тех зонах, которые рядом находятся с зоной боевых действий. Раньше этого не было, сейчас это будет. И это то важное, что в законопроекте для украинской внутренней политики. Хотя физически для нас важно, это даже не внутренняя политика, а вот то, насколько этот закон может повлиять на продолжение санкций в отношении России. Если понимание того, что Россия агрессор будет принята не только в украинском законе, а и международным сообществом, как это сейчас начинает происходить, это даст возможность продолжать санкции в отношении России. И это тоже будет очень важным, третьим, возможно, самым, кстати, важным. — Скажите, пожалуйста, Сергей, а вот санкции, это на ваш взгляд и есть та ответственность, о которой говорится, что Россия должна нести ответственность. Это и есть своего рода проявление этой ответственности в виде санкций? — Не только. Это санкции, безусловно, ответственность. Но есть еще другая. — Да, очень важная ответственность — это ответственность за граждан на оккупированных территориях. Дело в том, что в международном отношении есть понимание, что если страна-агрессор оккупирует какую-то территорию, то она не сейчас ответственна за гуманитарную ситуацию, за ситуацию в жизни, в граждан на оккупированных территориях. — Да, Сергей, каким образом можно привлечь к ответственности в таком случае? Какий этот закон дает рычаги влияния со стороны агрессора? — Ну, и санкции, и ответственность перед международными судами. Раньше какая была ситуация, довольно абсурдная, что Россия оккупировала, например, часть Востока Украины, а ответственность за то, что там происходит, не терпит, но глава международного сообщества вроде бы как бы Украина. Ну, как бы в мире понимается, что у нас на самом деле агрессор, поэтому как бы на это формально закрывались глаза, но сейчас уже как бы будет понятно, что это несет ответственность за то, что там происходит в России. Это очень важный вопрос. Рано или поздно потом это проведет, в том числе, и судовое разбирательство международных судов. Да, конечно же, судовое разбирательство международных судов не всегда эффективны. Да, конечно же, они проблемны, когда идет речь о таких странах, как Россия, но они важны, они важны как часть того дискурса, который формирует в головах людей в мире, что на самом деле Россию нужно удерживать, иначе вот такая вот ситуация, которая происходит на оккупированной ей территории, может происходить и в других точках мира. Некоторые политики высказывают мнение, а именно те политики, которые голосовали за закон, что те, кто не проголосовал, враги государства. Разделяете такое мнение? Это политическая риторика. Я не думаю, что сейчас нужно говорить о врагах, не врагах государства. Это было бы, ну, как минимум, неправильно. Я думаю, что сейчас нужно говорить об ответственности за то, что происходит в стране. Вот буквально в день голосования, например, одна из политических сил Батьевщина обратилась устами главы комитета профильного в Европе в том, чтобы не прекратили финансирование Украины до тех пор, пока Украина не решит вопрос от пенсиями на оккупированных территориях. И вроде бы это как бы правильно с точки зрения первой, но с другой стороны это выглядит абсурдно, потому что, по сути, как бы украинская партия хочет попросить Европейского союза фактических станций против собственной страны за то, что ее территорию купировала другая страна и мешает выплачивать пенсии. Вот это вопрос ответственности. Я не хочу называть никого врагом, но я считаю, что эта ситуация показала разную ответственность политических партий за ситуацию в стране. Вот, кстати, с другой стороны, очень важно, что, например, самопомощь, которая всячески противовалась подобному законопроекту, все-таки его поддержала, показав свою ответственность, очень положительную. Поэтому я считаю, что действительность ответственности как раз очень хорошо проявляется на отношениях вот таких вот законопроектов, которые сегодня будут проголосованы. Мы услышали вас и благодарим, что нашли время присоединиться к работе нашей студии. Сергей Таран, политолог, был на телефонной связи. Возвращаемся в студию. Вам кажется, что 280 народных депутатов, которые проголосовали за столь важный законопроект, а остальная часть не проголосовала, это для политического перевеса, либо это действительно позиция? Это не политический перевес. Вы заметили, что в речи контактеров, с которыми вы только что были на связи, очень часто присутствуют «как бы и вроде бы». Буквально в каждом предложении. «Вроде бы и как бы». То есть на самом деле эти же ребята большинством голосов могли совершенно спокойно поставить на повестку дня вопрос об судах. Я имею в виду антикоррупционный суд. Они не то, что не обсудили этот вопрос и не приняли по нему никакого решения, этот закон. Они отказали ставить его на повестку дня. То есть на самом деле им предложили заняться или пустой риторикой, или заблокировать вообще всякую деятельность парламента. Я утверждаю, что парламент в этом составе нам просто, как Украине, как государству, не нужен. Больше того, он вреден, потому что он порождает какие-то надежды и окончается какими-то спорами о категориях. На самом деле правовой состав того, что он сейчас рассказал, нулевой абсолютно. Был когда-то в Украине невредный парламент? Вот такой, чтобы прям эффективный? Ну, мне трудно сравнивать, но на начало было лучше, чем продолжение. Во всяком случае, тогда пустая демагогия не опиралась на столь мощный научный и уже риторический аппарат. Сейчас там появилось уже несколько смен, несколько поколений людей, которые могут связно говорить ни о чем в течение где-то часа-двух. И парламент реально видит, что ничем существенным сейчас заняться не дадут, а отчитываться за что-то надо. Поэтому они начали делать вот это. Почему они не обсудили и не ввели в обсуждение проблему закона в этих судах антикоррупционных? Почему они ограничились только изменением категорий? Почему они не отменили существующую медийную ситуацию, не сделали спорные районы, оккупированные районы объектом серьезной рекламной, политической, пропагандистской кампании? Почему ничего этого не сделано? Эти граждане и Луганской, и Донецкой области, и оккупированные части этих областей продолжают слышать Соловьева и Киселева, а не нас с вами. То есть на самом деле ничего этого не сделано. А смотрите, такое впечатление, что они работают по указке. Делайте или это, или не дадим существовать. На самом деле это люди очень сильно зависимы от своих бизнесов и так далее. Вопрос Крыма. Считаете уместным в этом проекте? Или он должен рассматриваться отдельно? Я думаю, что он, во-первых, уместен, во-вторых, это все-таки разная тема. Ведь крымской авантюре Россия попыталась придать правовой статус. И сделала это более-менее как бы последовательно, я не буду говорить грамотно. Но сделала в наглую, сделала этот референдум. Незаконен сам референдум, а результаты референдума, и общий расклад политический, и общую вину всех пяти президентов перед крымским народом, это мы хорошо понимаем, что Крымом не занимались, считали, что и так сойдет. Значит, мне кажется, что это все-таки разные. Для Украины это разные проекты, не только в плане их эффективности или интенсивности воздействия, но даже по юридической, исторической правде это совершенно разные вещи. Мне кажется, что до тех пор, пока Украина не занялась, не добилась успеха в плане эффективности собственной экономики, мы их ничем привлекательным ни для зоны оккупированной, ни для зоны аннексированной представлять собой не можем. Заняться нужно, наконец-то, делом, а не вот этой пустопорожной болтовни в Верховной Раде. Спасибо вам большое. Юрий Катерьевский, социальный психолог, был у нас в гостях. К этому часу подводим итоги всего информационного дня, итоги голосования. Напомню, как оно звучало. Как городские власти, областные реагируют на стихию? Три варианта ответа. Оперативно. 31% из тех, кто принимали участие в голосовании с опозданием, 13%. Можно и лучше 56%. На этом у нас все. Передаем финальное слово с выпуском новостей. Али Есин. Увидимся завтра, как всегда, в 15. Хорошего вечера. До свидания. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова